Добрый вечер, с вами Энергия Удачи. Лето продолжается, на календаре уже 12 июня. Мы рады приветствовать вас в этот воскресный вечер и желаем вам всем хорошего и отличного настроения. Сегодня у нас вторая игра июня месяца и вместе со мной этот эфир вновь проведет очаровательный Ализат, менеджер торгового дома Энергия. Правило номер один. Остановись на красном, не проезжайте мимо проспект Сан-Кивай-Батыра, 72. Красный торговый дом, а мы с вами одной крови. Каждое лето проводят по-разному. Кто-то на пляже, кто-то в саду, кто-то в огороде, кто-то уезжает из города. Слава богу, карантин закончился, ну, по крайней мере, так многие говорят. И теперь мы можем вздохнуть свободно и отдыхать вместе со своими детьми. А кто-то смотрит нашу программу в любой части мира. Кто бы ни был, родственники наших участников, либо наши зрители, которые порой присылают нам массу сообщений о вопросах, о том, что мы задаем, и о своих предложениях. И это здорово. Значит, вы смотрите нас, и нас это радует. Спасибо торговому дому Энергия. Ну, а сегодня мы приветствуем традиционно вторых участников второй игры нашего телепроекта в июне 2022 года. Добрый вечер, друзья. Аплодисменты. Где ваши аплодисменты? От них улучшается кровообращение. Давайте знакомиться. Наша первая участница. Привет, привет. Какая ты красивая. Прическу кто делал? Мама. Мама прям? Мама стилист? Серьезно. А тебя как зовут? Амин. Аминочка, чем у нас занимается этим летом? Этим летом я поеду отдыхать. Ай, ну, рассказывай, куда ты поедешь отдыхать, нам интересно, мы тоже хотим с тобой. Я поеду на Мальдивы. Так, слушай, нас заберешь с собой? А? Нет? Ну, честно. Ну, видишь, человек задумался. Точно, на Мальдивы дорого, дорого. Ну, зато на Мальдивы, на какие-то сувениры сегодня будет возможность сейчас заработать. Амин, а любишь на морях отдыхать, да? Да. А где ты была помимо Мальдив? В Мальдиве я была в Дубае. Отлично. А что тебе в Дубае понравилось? Там бассейн был классный. Бассейн был классный? А море не классный? Море было тоже классно. Тоже классно? Ну, смотри, лучше же на море, чем в бассейне. В бассейне можно и в Ак-Тюбе сходить, а на море в Ак-Тюбе не сходишь. Согласна? Да. Наша вторая участница, привет, как зовут тебя? Рассказывай себе. Меня зовут Ужан. Так, Ужан чем у нас увлекается летом? Я увлекаюсь летом гимнастикой. Гимнастикой. То есть ты будущая гимнастка? Скажи, у тебя есть мечта, кем бы ты хотела стать в будущем? Пока нет. Пока не думала? И наш третий участник, добрый вечер. Давай, рассказывай себе, чем занимаешься? Меня зовут Мирас. Мирас у нас этим летом что делает? Смеешься? Ничем не занимаешься? Занимаюсь. Ну, рассказывай, чем занимаешься? Ментальной арифметикой. Ментальной арифметикой? То есть ты будешь ученой? Хочешь стать ученым? Может быть. Скажите, ребятки, вы сегодня впервые у нас в телепроекции. Вы когда-нибудь зарабатывали деньги сами? Я да. Да? Каким образом? Подожди, интересно. Рассказывай как. Помню один раз я приезжал к какой-то рыжей бабушке, и за курицу она мне дала целых тысячи. Тысячу теньки за курицу? А подожди, а курица откуда взялась? Курица? Да. Из дачи. Ну она тебе дала... А, из дачи? То есть ты ей привез курицу? Да. Живую? Нет. А, и она тебе дала тысячу? Да. И эту тысячу ты забрал себе? Да. А куда потратил? Я сам забыл. Сам забыл? Хорошо. Итак, сегодня у нас 4 раунда. У нас уже прошла в июне первая передача, где мы выявили одного лидера. Кто-то один из вас с этим лидером встретится уже через 2 недели в финале нашей программы. В финале июньских выпусков. В каждом раунде темы разные, но посвящены они либо как-то связаны с летом. Понятно? У вас есть только один шанс называть правильный ответ. Например, если Амина ответила неверно, то тогда она второй раз ответить не может. Если Улжан неверно, то, соответственно, и Улжан не может. Если Мирас, то мы вместе с Лизат объявляем правильный ответ. Понятно? В финале 3 конверта. В них новые вопросы. Ну и, конечно же, самое главное, мы проверяем ваше знание. Готовы? Да. Итак, первый раунд сегодня, 12 июня. Внимание на экран. Разминка. Первый раунд. Эта тема стоит вопрос из разных-разных вообще структур. Могут быть и по математике, могут быть и связаны с фруктами, с ягодами, с летом, с земными какими-то явлениями и так далее. Готовы? Главное, нажимайте на кнопку. Ребятки, всем удачи. Итак, как называют мороженое в шоколадном мундире? Эскимо. Верно. Географические карты и объекты, объединенные в специальной книжке. Как это называется? На букву А. Ат. Давай, 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 Абина, знаешь же, знаешь. Атлас. Не знали? Ну, вы еще не проходили. Скоро вас это ждет. Нужно будет заполнять атлас и используя карандаши, либо фломастеры. И тем самым обозначая разные части цвета. Итак, крылышки у этих птиц покрыты чешуей. У каких? Ваш ответ. Крылья у этих птиц покрыты чешуей. Это у нас пингвины. Дальше. В каком месте невозможно найти сухой камень? Зимой. Зимой? Ну, зимой тоже возможно, да. В Австралии? В воде, на самом деле, правильный ответ. Что растет верхней частью вниз? Зимой. Можем наблюдать весной. Сосулька. Верно, сосулька. Какое сито не руками свита? Что оставляет после себя паук? Паутина. Паутина, верно. Кто у нас был первый? Улжан и Амина. Улжан и Амина. Итак, следующее. Этот зверь не представляет жизнь без малины. Какой? Медведь. Верно. Чем питается жаба зимой? Она в спечке. Она спит, верно. Что внутри не замерзает, а снаружи покрывается узорами зимой? Стекла. Окна, верно. И стекла. Самый большой океан это? Ваш ответ? Индийский. Нет. Ваш ответ, Мирас? Тихий, правильный ответ. Итак, дальше. Кого так и не смог поймать Том? Джерри. Джерри, верно. Какое растение лечит любой порез на улице? Вот я не знаю, как вы, но мы сейчас раньше это срывали и прикладывали. Знаете? На кнопочку. Это? Ваш ответ? Подорожник, правильно. Знали об этом или нет? Я хотела сказать. Не знали, что это за растение? Ну, ребята, мы вас поздравляем. Давайте поаплодируем друг другу. Первый раунд у нас подошел к концу и его итоги сейчас озвучим мы вам. Лизат. По итогам первого раунда лидирует у нас Амина. Амина, у вас 4 правильных ответа. Порадуемся за Амину. Улжан и Мирас идут наравне. У вас по 2 правильных ответа. И ваши первые денежные подарки уже у вас, но имейте в виду. Впереди у нас полуфинал. Мы не пугаем, а говорим вам, как есть. Переходим ко второму раунду. Внимание. Планета Земля. В нашей программе самые умные детки. Какие планеты вы знаете, Мирас? Быстренько, быстренько, давай. Не надо нажимать по кнопку, бедолага, ты прям за эту кнопку боишься. Какие планеты знаешь? Марс. Отлично. Улжанчик. Ну, где мы живем? Планета? Земля. Земля, верно. И сейчас у нас будут вопросы, связанные по этой теме. Поехали. Вокруг чего вращается Земля? Вокруг своей оси. Не совсем верно. Вокруг? Солнце. Верно. Какая фора у Земли? Грубая. Верно. Сколько частей света насчитывается? Пять. Шесть. Шесть, верно. Какое природное явление может ударить дерево и свалить его? Гроза. Ну, верно, молния. В какую сторону вращается Земля? На север или на восток? На север. Нет, на восток, правильно. Да, какие вы хитрые, а? На самом деле, на восток. Самый маленький океан. Какой? Индий. Ой, красный. Нет, северно-ледовитый. Как называется самая высокая гора на Земле? Эверест. Верно, Эверест. Самые страшные или самые древние рыбы на Земле – это у нас? Акулы. Верно. Акулы. Как называется естественный спутник Земли? Это 3, 2, 1, Луна. Сколько планет в Солнечной системе? Еще есть 8. 8, Улжан, отвечает правильно. Больше 70% земной поверхности покрыто чем? Углекислым газом. Нет. Чем? Водой. Водой, верно. Цунами что это? Волна. Верно. Как называется ее явление, когда Солнце заходит? Водой. Как? Ваш ответ, Мирас? Как называется? Закат. Закат, верно. Линия, которая проходит через центр Земли, перпендикулярно линии вращения, называется на букву Э. Э-ква-экватор. Ваш ответ? Экватор. Ну что ж, второй раунд подошел к концу. Сложно для вас, Мирас? Честно, а что тебе сложно? Вот что нового ты узнал? Итак, на первом месте у нас, то есть, Мирас и Амина идут наравне. То есть, у них по три правильных ответа. По четыре правильных ответа. И у Лжан три правильных ответа. Мы вас поздравляем с завершением второго раунда и переходим к третьему раунду. Сегодня 12 июня. Лето продолжается. И мы продолжаем наш эфир. Цветы. Какие цветы, ребята, вы знаете? Это тема третьего раунда. Розы. Розы. Еще? Тюльпан. Тюльпан. Этот цветок назван в честь греческого врача пиона, излечившего своими каплями бога Аида. Что это за цветок? Варианты ответов. Розы, хризантемы, либо пион. Пион. Верно. Название этого цветка в переводе с греческого языка звучит как звезда. Что это за цветок? Ландыш, астра. Астра. Верно. Семена этого цветка похожи на гвозди. Это цветок от слова гвозди. Гвоздика. Семена этого цветка облетают от легкого дувания. Дуновения, простите. Это? Как там? Три. Одувань. Одуванчик, верно. Этот цветок первым появляется зимой из-под снега. Подснежник. Верно. Эти цветы выросли на том месте, где белоснежка рассыпала свои бусы. Розы. Розы? Нет. Песня даже есть. Ваши родители точно знают эту песню. Ландыши. Как называется искусство создания букетов? Икебана. Какое растение называли русалочным цветком из мультика или сказки, так как оно, это растение, всплывало по утрам, а к вечеру таинственно исчезал под водой? Белая кувшинка. Белая кувшинка. Кувшинка. Лиза тоже переживает за вас и поэтому отключается. По итогам третьего раунда у нас лидирует Мирас. Мирас, аплодисменты. Скромный, скромный, да, отвечает. Ну и, девчонки, вам нужно немножечко догнать Мираса, потому что впереди у нас четвертый раунд, после которого полуфинал. Лужан, как ты думаешь, кто будет сегодня в лидерах? Ну, представь. Как ты думаешь? Амин. А, Мирас. Мирас, Мирас, а как ты думаешь? Как задумался? Актер будущий. Киану Ривз 2. Думаю я, что они будут двое на рамках. Да ты что? Ну, молодец, у тебя мужская солидарность, я тебя поддерживаю. Мужчины всегда должны выступать девушкам, правильно? Дай пятюню, молодец. Прям в студию. Ай, красавчик. Четвертый раунд, его тема, внимание. Тело мультфильмов. Ну что, есть любимые мультфильмы? Давайте угадывать. Итак, в каком мультфильме щенки спешат на помощь? Машин. Чинячий патруль. Чинячий патруль, верно. Как звали бегемоты из мультика «Мадагаскар»? Да, давай. Мне нравятся твои эмоции. Да, красавчик. Глория, сколько долматинцев было в популярном мультике? 105, 101 или 106? 105. Нет, 101 долматинец. Посмотрите сегодня, в воскресенье, проведите с родителями. Этот мультик или фильм вам очень понравится. А как звали лучшего друга Чебурашки? Гену. Молодец. Как звали недовольного осьминога, знакомого губки Боба? Скриду. Молодцы. И Мирас, и Амина ответили верно. Как звали Лося из Смешариков? Лосяш. Верно. Какое название мультика, где белка пыталась достать орех из льда? Белся. Давай, давай, давай. Какой период? Давай, давай, давай. Ледниковый период. Ледниковый период. Ледниковый период. Да, ледниковый период. Дальше. Зеленый большой персонаж, который жил в лесу на болоте, это? Шрек. Молодец, Шрек. В каком мультфильме была принцесса Жасмин? Аладдин. Аладдин. Ах, хитрюка какая, а, Минка? Сразу перехитрить меня хотела. Сколько разбойников противостояло Али Бобе? 50, 40 или 60? 40. 40, верно. Итак, кто может передвигаться по городу на паутине? Человек. Молодец. И Амина, и Ужан. Давай уступим Мирас девчонкам, да? По 500 скинемся, я и ты, да? Все нормально будет. Как звали большую черную кошку из мультфильма про Маугли? Итак, ее звали Багира, чтобы вы знали. Ну, слушайте, с мультиками у вас, конечно, потрясающе. Но зато вы теперь знаете, какие цветы принадлежат, да? Символизируют Англию. Не только цветы, но и другие, да? Что такое атлас? Круто же? Не зря время провели в воскресенье, да? Да. Ну что ж, впереди у нас подсчет вашей заработной платы на сегодня. Но имейте в виду, уважаемые зрители, мы здесь проверяем знания деток, обычных, как тюбинских деток, кто приходит к нам в студию. И они показывают все, что они умеют. Искренне это делая в проекте «Энергия удачи». Заряжаясь энергией, мы желаем вам прекрасного вечера. Через несколько секунд узнаем, кто у нас сегодня, возможно, примет участие в полуфинале проекта. Этот момент для нас всегда волнительный, потому что любой участник нашего телепроекта, неважно какого месяца, для нас это прежде ребенок, который приходит и показывает свои знания, как это было сказано ранее. Сегодня у нас вторая игра июня 2022 года. Амина, Улжан и Мирас – это тройка, которая боролась, отвечала на вопросы. И что характерно, никаких ответов и подсказок мы им не даем до эфира, ни им, ни их родителям. Все происходит вживую, как говорится. Отдадим слово тете Лизат, которая сегодня подведет эти… Ну, простите, Лизат. 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 Сколько кто зарабатывает денег? Итак, торжественно нашей второй игре июня месяца, сегодня. 12 июня на третьем месте… А мы аплодируем, да? Мы аплодируем. Аплодируем, Мирас. Улжан, у нас… На третьем месте у нас Улжан. Улжан, и ваш выигрыш составляет 3500 тенге. Молодец, аплодисменты, Улжан. На втором месте у нас сегодня второй игры… А второй игры у нас… Амина. Амина, ваш выигрыш составляет 6000 тенге. Молодец, Аминочка. И на первом месте у нас Мирас. Ваш выигрыш пока составляет 7500 тенге. Но, ребят, это игра. И здесь есть правило, которое придумали не мы. Если сейчас Мирас неверно отвечает на вопрос, то, соответственно, переход хода у нас к тому участнику, к той участнице, которая на втором месте. Если участница на втором месте не отвечает, то к участнице на третьем месте. То есть у вас у каждого сейчас есть право. В одном, точнее в каждом из этих конвертов задание. Мирас. Верно отвечаешь, увеличиваешь сумму до 10, и проходишь в финал. Выбирай любой. Любой конверт. Они не просвечиваются. Здесь ребята не видят какие вопросы. Выбирай. Итак, наш участник Мирас, скромняга, активный. Так. Ищет вопрос. О, как и у нашей первой тройки игроков июня был Ребус. Что же здесь зашифровано? Мирас, давай покажем зрителям, что здесь спрятали. Так, ложка. Я даже сам не знаю, что здесь спрятано. Знаете, не показываем. Точнее, показываем, но не рассказываем. Да, здесь что-то связано с едой. Я так понял. Я сам не знаю. Попробую ответить. Ровно одна минута, время пошло. Итак, что же там зашифровано? Слышите, идет время. Подумайте. У вас есть время. Что же там зашифровано? Мирасик. Сейчас очень-очень важный момент. Очень важный момент. Итак, что же зашифровано в этом Ребусе? Капуста? Вы уверены? Ты уверен, другой? Я же сама нервничать начинаю. Вы сами нервничаете, да? Что же там такое придумали наши редакторы? Что за вопросы, да? Ну, связано, я же говорил, с летом. Что мы летом делаем? Вот уже была подсказка. Я сам не знаю. У меня с Ребусами вообще проблема. В школе была с первого класса с рисованием, с Ребусами. Так, вы это показываете для чего? Мы это все видим. Тут куча камер, которые следят. Мирас, вот скажи честно, что прозвучал гонку уже, у нас времени нет. Либо ты в финале, либо 10 тысяч в тенге. А, 10 тысяч в тенге и ты в финале. Так еще представь, нужно угадать, что здесь изображено. Ложка, буква П, я не знаю, честно. Лизат знает, она переживает. Капуста? Любишь капусту? Я капусту другую называю, не ту, которую мы едим. Понимаешь? Ну, пока это рано, но... Тем не менее, капуста в номиналом 10 тысяч в тенге теперь твоя. Аплодисменты, это правильный ответ. Это капуста. Ты счастлив? Ты рад? Девчонки, рады замираться? Мы поздравляем нашу вторую тройку игроков проекта «Энергия удачи». Аплодисменты, друзья! А с вами ровно через неделю встречаемся в нашей студии, а уже через две недели, в финал, где мы встретимся с Мирасом, с первым победителем игр июня месяца проекта «Энергия удачи». Вам здоровья, всех благ. И смотрите также нас в Ютьюбе. Хорошего лета и отличного настроения. До встречи через 7 дней. Лизат, спасибо вам. Спасибо, торговый дом «Энергия». Субтитры подогнал «Симон»!